Продолжая начатую мной тему фотографий напечатанных со старых негативов, хочу показать несколько штук фотографий, которые интересны тем, что они, во-первых, напечатаны с оригинальных старых негативов, а во-вторых, еще и вдобавок к этому напечатаны на старой фотобумаге, на бумаге производства начала 50-х годов, которая называется «Кодек Медалист». Так вот, давайте посмотрим каждую из них и поймем, как же выглядит так называемый поздний оригинал, хотя на самом деле здесь даже сложно сказать, что оригинал поздний, ибо сама бумага, сам носитель практически соответствует возрасту негатива, ну, чуть моложе. Тем не менее, все же более полувека бумаги, и несмотря на это, мной были получены вот такие достаточно выдающиеся результаты. Давайте посмотрим на каждую из фотографий. Здесь первое фото – это станция, зал ожидания станции Шуан Чинпу, Южно-Китайской железной дороги. Кстати говоря, дизайн станции до сих пор сохранился, архитектура практически та же самая, единственное, конечно, были внесены некоторые изменения с течением времени, и исчезла вот эта русская надпись «Шуан Чинпу», которая здесь видна. Очень интересная жизненная картинка, здесь мы видим вот китайская школьница, работники железной дороги, японский офицер, и, кстати говоря, вот это наш авто. Автор здесь выходит из здания вокзала, это одна из фото. Вот здесь станции Сан Чахе, то же самое Южно-Манжурской железной дороги, это поезд, на котором ехал автор. Здесь вот, например, железнодорожник традиционной одежды, железнодорожных работников Манчуко. Это солдаты независимой бригады охраны Южно-Манчурской железной дороги, которая являлась на самом деле подразделением Квантунской армии, проверяют документы каких-то, на их взгляд, подозрительных китайцев, которые садятся в этот поезд. Поезд идет в направлении Харбина, это одна из станций, которая находится между Мокденом, откуда выехал поезд, и Харбином. Интересно то, что здесь две дороги, это очевидно японский, вернее, это очевидно русский, скажем так, трек, а здесь, судя по всему, японский, потому что поезд это японский. И так как мы знаем, что вот эта ширина колеи была разная, то очень часто поезда, которые шли из России, шли по одной колее, а поезда, которые шли из японского терминала, то есть из Порт-Артура, шли по другой колее. Это станции Сан-Чахе Южно-Манчурской железной дороги. Вот еще одна и очень интересная, одна из моих любимых картинок, это тот же самый поезд, на котором ехал автор, это станции Цайдзя-Гоу, известно тем, что на ней проходили достаточно ожиточенные бои русско-японской войны. Живописная картина, на самом деле, представляет из себя очень большой интерес для историка, здесь мы видим и опять же те же самые две колеи, и тот самый поезд, на котором ехал автор. Опять же солдаты, независимо бригады охраны Южно-Манчурской железной дороги проверяют документы у какого-то, на их взгляд, подозрительного, опять же, китайца. Здесь мы видим очень интересный симбиоз, то бишь, здесь у нас японский, очевидно, служащий, это наш автор, тоже японский журналист, это семья русских эмигрантов, с ними, похоже, полицейский Манчуко, а это китайские гастарбайтеры, то есть китайцы, которые приезжали на заработки Манчуко, потому что Китай и Манчуко, это были два разных государства, эти люди из бедных районов Китая приезжали в богатую Манчжурию для того, чтобы зарабатывать там деньги. Вот такая вот картинка с выставки, живописнейший пейзаж Южно-Манчжурской железной дороги. Это та же станция Циадзягоу, пассажиры этого же поезда, замечательно запечатлен ребенок, девочка бежит, прекрасный жизненный, прям вырванный, остановись мгновение, вырванный из жизни, мгновение запечатлено на пленке. Станции, как я уже говорил, известны тем, что на ней проходили бои русско-японской войны, и вот этот монумент, который здесь расположен, он говорит о военных подвигах японской армии. И последняя фотография, которая у нас здесь есть, не из этой серии, но относящаяся, опять же, к этому, можно сказать, жанру позднего оригинала, это фотография одних из ворот городской стены Нанкины, которые, как мы видим, очень сильно повреждены военными действиями. Это снято в Нанкине после занятия его японскими войсками, это два солдата японской императорской армии на фоне этих ворот. Интересно это тем, что фото на самом деле напечатано даже не с оригинального негатива, а с копией оригинального негатива, которую я сделал. И тем не менее, как мы видим, здесь прекрасно переданы и все мелкие детали, и полутона, и великолепный контраст. То есть даже, несмотря на то, что, честно скажу, негатив, с которого напечатана эта фотография, был не оригинальный, то есть у меня есть и оригинальный негатив, но я поставил перед собой задачу сделать хорошую копию, негатив был копией, и, несмотря на это, мне удалось добиться того, что фотография выглядит практически как оригинал, напечатанная с оригинального негатива. Что касается того, как выглядит сама бумага, бумага, достаточно, кстати, в традиции 50-х, начала 40-х, начала 50-х годов, она немного ребристая, она не гладкая. Это бумага картон, double weight, так называемый, и у нее, так называемая, кремовая база, то есть бумага не то, чтобы от времени, а просто вообще она оригинально делалась не белой, а слегка кремовой, и поэтому такие фото очень хорошо тонируются в сепию, тонируются с селеновым тонером и другими. Этот кремовый оттенок придает, скажем так, теплоту и то, что, так сказать, делает фотография фотографии, то есть некую, так сказать, оригинальность сюжета. Вот такая вот подборка фото, такая подборка фото на оригинальной бумаге, но, тем не менее, напечатанная мной. Я думаю, это дает представление об уровне того, что можно сделать, если хорошо постараться, и, так сказать, о том, какие сюжеты есть по каждой конкретной теме. Пока на этом все.